Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Написали вы не так много, и я думаю, что вы сейчас, ну, именно вот на данный момент находитесь в достаточно серьезном эмоциональном состоянии, то есть повышенном эмоциональном состоянии. Вам сейчас, конечно, нелегко, вам сейчас тяжело. Это указывает то, что вы практически не раскрываете всех подробностей своей проблемы. В любом случае, как бы там ни было, вы сами видите, что движение по эмоциональной сфере приводит только в никуда, только в негатив, и, соответственно, нужно менять, я надеюсь, это понятно, своё поведение, в первую очередь менять своё поведение, а уже потом изменится поведение и окружающих вас людей. Итак, как вернуть, если она затаила обиду на меня? Ну, понимаете как? Я бы здесь задал бы вопрос, кто она, но вы уже, в общем и целом, ответили на него, на этот вопрос, это ваша жена. Понимаете, если женщина затаила обиду на вас, если вы считаете так, что она затаила на вас обиду, то лучшим способом, значит, как-то, ну, помочь ей разобраться с своими чувствами будет хотя бы на время оставить её в покое, хотя бы на время. То есть, не трогать её, не промашить её, не беспокоить по каким-либо причинам. Ага, и всячески стараться анализировать то, что с вами происходило. То есть, анализ того, что с вами было во время, например, совместной жизни, во время совместного проживания, ну, поможет вам увидеть причины, по которым она на вас как-то обиделась и так далее. Вот. Соответственно, вопрос, как вернуть, раскрывается через следующую важную деталь. А именно, вернуть для чего? Это первое и самое главное. Для чего возрастать женщину? А женщину, которая, ну, от вас ушла. Для чего это нужно лично вам? Вот именно вам это нужно. Что вы хотите получить для себя, вернув её. То есть, момент здесь такой. Насколько вы думаете о ней, а не о себе. Именно. То есть, если вы думаете, например, о себе в этом контексте, то это одно. Ваше желание, да, это одно. А желание её, желание женщины, это совсем другое. Поэтому здесь, на мой взгляд, нужно определиться именно с этим. Сначала. Для чего вернуть? И какие вы, собственно говоря, совершали ошибки. А далее, просто исправлять эти ошибки. То есть, сейчас говорить о том, значит, какие у неё обиды, ну, на мой взгляд, не имеет смысла. Потому что, вполне вероятно, что женщина сама не то чтобы знает, какие у неё конкретно на вас обиды. То есть, может быть, она и в курсе этого, какие у неё обиды. Но то, что она может в этом себе не признаваться, это факт. Поэтому вам нужно просто изменить своё поведение. Сейчас, на данный момент, это единственное, что вы можете сделать. Для того, чтобы, ну, как-то женщину к себе расположить. Для этого понятно, что нужен некий, некий такой плацдарм. Для этого понятно, нужна некая такая, ну, основа, чтобы вы смогли вступать в диалог друг с другом. Для этого требуются усилия. То есть, вам сейчас желательно восстановить отношения на таком уровне, чтобы вы могли просто общаться, чтобы вы могли просто, ну, взаимодействовать друг с другом. Вот. Я полагаю, что это ключевой момент здесь, если вы хотите, действительно хотите вернуть свою жену. Других способов вернуть свою жену сразу, особенно если учесть, что, ну, вот, у вас были проблемы, что у вас были сложности какие-то, да, что у вас были скандалы. Других способов это сделать нет. И тут уже, на самом деле, вам решать, будете ли вы действовать в том направлении, в каком нужно реально действовать или нет. Далее. Что ее не устроило в нашей семейной жизни? Я полагаю, что данный вопрос имеет смысл задать скорее в раздел именно эзотерики, а не психологии, потому что, чтобы, чтобы вам сказать, что не устроило вашу супругу, нужно анализировать вашу семейную жизнь, анализировать ваши отношения, а этой информации у нас, к сожалению, нет. Вот. То есть, опять же, такой момент, что если вы хотите именно предсказаний, да, если вы хотите, чтобы вам предсказали, что я полагаю, что, ну, справедливо будет, если вы зададите свой вопрос в раздел эзотерики, там вам, в общем и целом, будет гораздо лучше, то есть вам, вам там ответят более, скажем так, превентивно, превентивно, по отношению, ну, по отношению к вашему вопросу, именно. Вот. Дальше. Идем дальше. Мы с женой просили 7 лет, впечатли. Значит, у нас двое детей. Включались скандалы из-за того, что я выпивал с друзьями. Ну, понимаете, в какой момент? Вы выпивали с друзьями. Ну, наверное, расслабиться хотелось, я так понимаю, если вы выпивали с друзьями. То есть, то есть, я не думаю, что в этом есть что-то плохое. Но, вашей жене по какой-то причине это не нравилось, то, что вы выпивали с друзьями. И вы не обращали внимания на то, что ей было не по себе от того, что вы выпиваете с друзьями. И, с одной стороны, вашей жене явно чего-то не хватало. То есть, я, конечно, не знаю, чего именно не хватало вашей жене, но я полагаю, что чего-то не хватало. Чего-то. И момент здесь в том, чтобы понять, увидеть, определить, что именно не хватало вашей жене. Вам самому необходимо увидеть, что вы хотели, что вы хотели выпивая с друзьями. К чему вы стремились, выпивая с друзьями. Почему вы делали, почему вы делали это вопреки желаниям своей жены. Ну, если я правильно вас понял. То есть, данный аспект необходимо также выявить. Знаете, если вы своей жене не объясните, почему вы к ней не прислушивались, а это, я так понимаю, самая главная проблема. Что вы не прислушивались к своей жене. Вот. Если вы до нее самой не донесете, почему вы к ней не прислушивались, то вряд ли ваши отношения, ну, будут иметь какой-то смысл дальше. Потому что между вами так и останется вот эта вот пропасть. Ведь это довольно серьезно, что вы, с одной стороны, выпивали. Это значит, что вам, ну, наверное, что-то не нравилось, вас что-то тяготило, что делало возможным проведение времени с друзьями. Вот. А с другой стороны, вы как-то вот игнорировали свою супругу и делали ее, ну, судя по всему, менее значимой. Что, естественно, ей не нравилось, конечно же. Вот. Поэтому, на мой взгляд, начинать нужно именно с этого. Вы пишите, что около полугода никаких ссор не было. Последние два месяца она собирается второй раз продавать на развод. Ну, здесь на самом деле есть такой очень важный, на мой взгляд, момент. Дело в том, что у вас получается следующая картина, следующая ситуация у вас получается. Значит, вы ссоритесь с женой из-за того, что выпивают. Потом, так получается, что в течение полугода ссор нет, ну, не происходит ссор. Такое впечатление, что вы этим удовлетворяетесь. То есть, вы думаете, что раз ссор нет, то, наверное, нет и проблем. Ну, вот, парадокс, наверное, заключается в том, что раз нет ссор, значит, женщина просто-напросто отчаялась до вас донести то, что ее беспокоит. Это я уже молчу о том, что вы не написали, спили ли вы, собственно, ну, вот, все это время или нет. То есть, этот момент вы абсолютно не раскрываете, а он на самом деле важен, на мой взгляд. То есть, тут важно субъективное отношение вас к тому, что ссор не было. Делали ли вы что-то для того, чтобы раздражающие вашу жену факторы исчезли? Ну, делали ли вы для этого что-то? Если да, то как, если нет, то почему? Значит, последние два месяца она собирается второй раз продавать на развод. А первый раз она на развод подавала, из-за чего, из-за чего она подавала на развод? Первый раз. Ну, вы все наверняка знаете, почему так происходило. То есть, если женщина второй раз подает на развод, значит, ее, скорее всего, еще до того, как вы начали ссориться, да, до того, как начали, ну, до того, как у вас начались проблемы. Вы уже оказались на грани, ну, может быть, развода, может быть, чего-то еще. Понимаете? То есть, вот здесь обязательно нужно с этим разобраться. То есть, какие у вас проблемы были, и что это были за проблемы? Да? Потому что, понятно, я надеюсь, что женщина не станет просто так подавать на развод. Вот. Значит, дальше. Со временем совместной жизни ни разу ее не бил, все время угождал ей. Ну, вы знаете, я так полагаю, что в этом и кроется определенная проблема в том, что вы ей угощали. Знаете, если вы, как вы говорите, угощали ей, ну, пытались угодить женщине, то я так подозреваю, что вы не обращали внимания на себя. Я так подозреваю, что вы игнорировали себя. Я так подозреваю, что вы делали, ну, больше, чем нужно для нее. То есть, делали, может быть, не столько больше, сколько во вред себе. То есть, делали то, чего вам не хотелось делать. Вот так, я думаю, можно сказать. И, соответственно, соответственно, угождая ей, вы, с одной стороны, может быть, обесценивали себя в ее глазах. Ну, потому что, потому что ей было не очень приятно. что вы пытаетесь для нее сделать все, что, ну, все, что можно, например. Или все, что она хочет. Потому что не каждая женщина воспринимает подобное поведение положительно, к сожалению. Вот. Ну, а с другой стороны, вы провоцировали себя на такое вот поведение. Да? То есть, вы провоцировали себя на то, чтобы пить свои угождали, но при этом употребляли алкоголь. Кстати, на мой взгляд, интересный вопрос. Вы угождали в том числе и тем, что употребляли алкоголь. Как вы угождали ей? То есть, грубо говоря, как алкоголь, да? Соответствует тому, что вы ей угождали. Вот что мне, пожалуй, интереснее всего. Потому что, ну, я могу понять, я могу понять, если вы во всём угождали своей жене. Я могу это понять. Но вы говорите, что вы ссорились с ней из-за того, что вы выпивали. И получается, что выпивали вы против её воли. А если вы выпивали против её воли, то, как тогда, это вяжется с тем, что вы ей угождаете. То есть, здесь, на мой взгляд, определённо что-то не так. То есть, либо вы чего-то недоговариваете, либо вы чего-то не замечаете, либо есть ещё какие-то моменты. Опять же, если вы говорите, что пытались угодить, именно угодить женщину, то очень важно понять, как вы это делали. То есть, я вот серьёзно говорю, что если вы человеку пытались угодить, то и угождали ей. Но как-то, вот знаете, по-своему, да? То есть, угождали ей так, как вам казалось правильным, так, как вам казалось верным. Если так, то это не угождение, это, по сути, игнорирование того, чего человек, например, хочет. И я полагаю, что эту ситуацию, когда вы поступаете так, или когда вы не различаете одно от другого, ну не различаете, имею в виду одно от другого, тоже очень важно. Вот. Поэтому, я думаю, что как минимум данный аспект заслуживает того, чтобы на нём заострить ваше внимание. Далее, вы пишите, что с ней происходит, или может быть дело во мне. Ну, на самом деле, дело не только в вас, и не только в ней. Дело в вас обоих. То есть, вы сами оба привели себя вот в такой ситуации. Вы сами оба сделали так, что эта ситуация стала возможной. И теперь вам нужно хотя бы самому, да, постараться сделать так, чтобы что-то изменить, чтобы что-то поменять. Потому что жена, она явно выбрала путь не сопротивления. То есть, она идёт по лёгкому пути. Но вам нужно определиться с тем, какие есть проблемы у вас и что с этими проблемами можно делать. То есть, ну, как вы будете эти проблемы свои решать. И, ну, насчёт, хотите ли вы их решать. Это вот такой момент. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ за неимением большей информации, да. Я полагаю, что сказать особо больше нечего. Именно как психологу. Я думаю только, что не нужно вам возлагать чрезмерную ответственность на себя в этой ситуации. И на неё. Потому что никогда не стоит забывать, что всё-таки именно она выбрала вас. И именно вы выбрали её, и вот этот выбор, о нём нужно помнить. Насколько вы принимаете себя в отношениях. И насколько вы принимаете человека в отношениях. Насколько вы принимаете другого. И если вы делаете что-то не для себя, а для человека. То, что реально ли, вот реально ли, что вы делаете это именно для, ну, для неё. Для другого. А не для себя. Потому что, если для себя, то лучше и не надо делать ничего. В целом, я полагаю, что можно согласиться с моим коллегой, который говорит, что вам нужно поработать с психологом. Так вот. Приватно. Чтобы лучше понять всю историю, которая с вами произошла. И тогда уже будет ясно, в чём конкретно проблема. Но, опять же, опять же, опять же, по опыту я могу сказать, что проблема здесь не в вас, не в ком-то из вас. Конкретно. А проблема, она, значит, она совместная. Она общая. И она заключается в том, что у каждого из вас есть свои сложности, свои трудности. Ну, нужно только увидеть их. И перестать обвинять другого партнёра. Ну, или, может быть, просто партнёра в наличии своих проблем, в наличии своих конфликтов. Вот. Я полагаю, что это ключевой момент. Если вы, как следует, поработаете над собой и над своими противоречиями. Над тем, чего хотите именно вы. Над тем, чего хочет именно ваша жена, например. То, я полагаю, проблема достаточно скоро завершится. И завершится она тем, что вы сможете хотя бы, хотя бы спокойно, спокойно разговаривать. И получив эту возможность, возможность спокойно разговаривать, вы уже будете ближе друг к другу, что и обеспечит вам возможность сохранить семью. Вот. Ну, может быть и нет, потому что чувства, они смогли уйти. И здесь мне бы хотелось предупредить вас о том, что если вы собираетесь что-то делать, если вы собираетесь что-то предпринимать, ну, реально для того, чтобы вернуть свою жену, то в первую очередь старайтесь сделать для себя. Это не для нее, да, а для себя. Потому что если вы будете делать что-то для другого человека, а не для, собственно говоря, себя. то вы рискуете испытать разочарование, очень сильное разочарование, очень болезненное разочарование, которое может на корню убить все ваши попытки поменять. Вот. Поэтому я полагаю, что именно так можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.